Приветствую вас, Наталья, и как у меня появилась возможность, я решил запечатать вам ответ на ваш вопрос, который вы написали мне, и, честно говоря, вопрос у вас получился, знаете, такой очень, как бы, зумбурный, что ли. Вы спрашиваете, насколько, значит, фигура и самоощущение тесно связаны с человеческим достоинством, насколько фигура и самоощущение связаны с человеческим достоинством, если честно, то мне, вот по первому прочтению этого вопроса, даже не совсем было понятно, с какой стороны подсобиться, потому что, понимаете, насколько тесно связаны. Если человек сам, вот сам себя не принимает таким, какой он есть, то и фигура, и самоощущение, что угодно, будет влиять очень плохо, очень негативно на то, как вы будете сами себя ощущать. То есть, если вы недовольны злая фигура, если вы недовольны своими внутренними ощущениями, то и, соответственно, достоинство тоже у вас будет хромат. Почему вы обращаете внимание на таких людей, как ваш начальник, ну, как будто ваш коллега, да, с которым вы работаете, ваш начальник, новый начальник. Он вам хромит. Вы отвечаете ему, как вы говорите, холодно, значит, и говорите, что вас только на это хватает. То есть надо было, чтобы отвечать ему холодно. Простите, а как вы хотите отвечать этому человеку? Вам что, нужно ему как-то вот отвечать более агрессивно? Или, может быть, вы хотели бы как-то отвечать ему зеркан, то есть зеркан, да, правда, то, что он вам говорит? Понимаете, если человек вам хамит, ну, вообще хамит, хамится вам, то это не ваша проблема. Это, вообще-то говоря, проблема другого человека. Честно говоря, не помню, обсуждали ли мы с вами этот момент или нет, потому что, ну, много времени прошло, достаточно, надеюсь, вы понимаете. Но, если мы не обсуждали, то мне бы хотелось вам напомнить, что человек хамит потому, что у него внутри, внутри него, в его душе такая конституция, что она предполагает возможность хамского отношения, ну, вообще, ко всем людям. То есть не только здесь дело в вас, на самом деле, здесь дело в любом человеке, который находится ниже этого начальника, этого человека. И, по его мнению, тот, кто ниже его, он, вообще-то говоря, не достоин того, чтобы к нему относиться уважительно. То есть, понимаете, в чем заключается, тонко заключается в том, что вне зависимости от того, хорошего, как вы себя ощущаете, вне зависимости от этого, человек все равно будет вам хамить. Другое дело, другой момент. Почему вы сами на это реагируете так, что вас это задевает, кстати, почему вас это задевает настолько, что вы даже вот решили вынести этот вопрос, да, на обсуждение со мной. Вот мне бы и хотелось вас спросить, а почему вас так сильно это задевает? Ведь получается, что вы переносите, получается, что вы переносите реакцию человека, вот как он реагирует на вас, как он относится к вам, на свои проблемы, на свои как бы внутренние комплексы, понимаете? Это является, ну, условно говоря, вашей проблемой. То есть, вы сами в себе не уверены, и вы поэтому так плохо реагируете на, собственно, то, как вам отзаботится этот мужчина. И до тех пор, пока у вас будут определенные проблемы, до тех пор, пока вы будете испытывать неуверенность в себе, может быть, может быть, считать себя, там, плохой и так далее, вот до тех пор, пока вы будете так себя чувствовать, ну, мужчина вас, да и кто бы так ни было, будет у тебя задевать. Потому что мы не знаем, какие у людей могут быть вообще проблемы. Мы не знаем, какие у людей вообще могут быть какие-то комплексы, да, там, и так далее. Но мы можем знать о том, как мы сами себя чувствуем, как мы сами себя ощущаем. Вы с этим человеком что делаете? Вы с ним только работаете. И совершенно непонятно, почему вам нужно обращать внимание на то, как он ведет себя с вами. Как он ведет себя, ну, вот, по отношению к вам. Нет никакой разницы, потому что, видите ли, если человек в себе уверен, то он вне зависимости от того, как к нему кто будет относиться, он будет считать себя, да, самым лучшим, там, неотразимым, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, я надеюсь, вот, этот момент, он вам, ну, я надеюсь, он вам понятен, этот момент. Потому что, на самом деле, он достаточно важен. Дальше. Дальше. Следующий момент, который мне вам хочется сказать. Значит, вам не нужно отвечать ему как-то по-другому, на самом деле. Вам нужно, наоборот, вести себя так, что вы абсолютно не замечаете поведение этого человека, поведение этого мужчины. Вам нужно вести себя так, как будто вам, ну, вообще, откровенно говоря, все равно на то, как он себя с вами ведет. И это, это правильно. Правильно, когда вы ведете себя так, что вас совершенно не трогают, не трогают отношения других людей. А если трогают, значит, проблема в вас. То есть, вы думаете, что он ведет себя с вами по-хамски, потому что вы, вот, недовольны собой, недовольны своей фигурой. Ну, это своего рода обман, это своего рода ильичие, которые ничем не образованы, которые абсолютно никак не подтверждаются. Дальше. Куда пойти и как начать жить в реальном? Ну, вообще-то говоря, этот вопрос точно не совсем понятен, потому что, потому что мы с вами про него, в принципе, уже говорили, что вам нужно делать. Я вроде бы, вроде бы, если память не изменяет, достаточно подробно об этом говорил в своем предыдущем видео, ну, в предыдущем аудиофайле. Вот, и за то, чтобы я не хотел повторяться. Мне, в принципе, не сложно повторить вам все то, что я говорил, но мне бы хотелось, чтобы вы получали какую-то новую информацию от меня. И поэтому, если говорить о том, куда пойти и как начать жить, то это решать вам. Я могу дать вам средства. Я могу дать вам средства, которые вы либо будете использовать, либо не будете использовать. То есть, тут зависит все исключительно от вас. И поэтому, вот то, что вы пичите мяч, то, что сорвались со спорта и снова стали заедать проблемы, просто пригоршими пихать в себя еду. То, знаете, во-первых, вы себя жалеете. Жалость, чувство очень разрушительное. А самое главное, оно стимулирует перенос ответственности на что-то другое. То есть, вы снимаете, когда себя жалеете, вы снимаете в себя ответственность и переносите эту ответственность на другое на что-то. То есть, я здесь не буду говорить на что именно, потому что, ну, объективно, вы можете что угодно вообще взять, вы можете что угодно, как бы, посчитать объект для переноса ответственности, но, тем не менее, вам надо понять. Что, когда вы жалеете себя, вы переносите ответственность на что угодно, только не на себя. От себя эту ответственность вы снимаете. То есть, получается, что, когда вы жалеете, вы говорите, все так плохо, все ужасно, все ужасно плохо, я не счастлив, я ничего не могу, есть мир против меня. То есть, вы, как будто вы, понимаете, обменяете окружающий мир в том, что у вас какие-то проблемы. На самом деле, мир ни с чем не виноват, а, как бы, вы тоже ни с чем не виноваты. Но вам, для того, чтобы свою жизнь улучшить, нужно решать проблемы. Поэтому жалите себя, давайте мы, пожалуйста, перестанем. Вы также написали, что заедаете проблемы горстями. Совершенно непонятно, опять же, какие именно проблемы вы заедаете горстями. Мы с вами, а, вроде бы, все ваши проблемы, ну, по крайней мере, мне хочется верить, что все ваши проблемы, мы их разбираем. И если у вас есть какие-то проблемы, то вам не заедать их нужно, а выписывать на листке бумаги, например, или писать мне в чат. Потому что, когда вы заедаете проблемы, вы их не решаете. Вы их просто, как бы, отдаляете от себя, делаете их немножечко менее яркими, потому что еда, она стимулирует выработку, ну, гормона радости. И из-за этого вам становится чуть-чуть легче, когда вы, ну, употребляете пищу, это удовольствие, когда вы употребляете пищу. И вот этим удовольствием вы и пытаетесь заменить отсутствие у вас, ну, собственно говоря, стремления к решению этих самых проблем. Значит, вы сказали, что вы сорвались со спорта. То есть, вы перестали, как я понял, заниматься спортом, а опять начали, ну, горстями заедать, значит, свои проблемы. Здесь мне бы хотелось поговорить про волевую регуляцию. Вам нужно тренировать свою волю. Тренировать свою волю для того, чтобы таких вот ситуаций не было бы, потому что понятно, что меня с вами каждый раз не будет, да и, как я понял, вы мне говорите не все проблемы, ну, отчасти я понимаю, почему. Вот, поэтому давайте мы с вами попробуем реализовать, попробуем как-то помочь вам немножечко поработать над волевой регуляцией. Ну, что такое волевая регуляция? Ага, волевая регуляция это как раз-таки преследование той цели, которую вы себе назначили и, вообще говоря, не отхождение от нее. То есть, вы от своей цели сейчас отошли, да, вы ей как бы изменили свои цели, ага, это вот неправильно. Неправильно измениться свои цели, потому что, ну, так вы ничего не добьетесь. И волевая регуляция предполагает, во-первых, работу с чем? Ну, во-первых, волевая регуляция предполагает работу с мотивами. То есть, вам нужно для себя определить те мотивы, которые вас стимулируют на то, чтобы вы занимали спорт. Это может быть все что угодно, это могут быть какие угодно мотивы и сколь угодно их может быть много, но чем больше этих мотивов, тем лучше для вас. То есть, тут момент такой, найти как можно больше смысла, мотив это особенный смысл, ага, я надеюсь, мы вот этот момент с вами понимаем. Мотив это особенный смысл того, что мы делаем, и вам нужно найти как можно больше этих самых смыслов. Это может быть смысл, связанный со здоровьем, то есть, например, негативные последствия нормативного питания, да, неправильного питания, например. Это может быть стремление, там, к фигуре хорошей, которая вам как раз вот сейчас не очень нравится. Это может быть желание понравиться мужчинам, это может быть желание, ну, как бы стремиться к тому внешнему виду, который вы хотели бы. Это может быть все, что угодно, но вам нужно для себя эти мотивы найти. Такие мотивы, которые бы вам, ну, собственно говоря, нравятся, которые бы цепляли вас, которые отвечали бы. И эти мотивы желательно как-то зафиксировать, чтобы вы, ну, условно говоря, чтобы вы всегда имели их в виду. Чтобы вы всегда как будто бы как бы видели их на фоне. Это очень важно, потому что в противном случае мотивы от вас все время будут ускоржаться. Значит, первое, я надеюсь, мы поняли с вами, это поиск мотив-мотив. А второе, собственно говоря, волевая регуляция, это удерживание внимания. Внимание представляет из себя некую такую сферу, некий такой круг, в центре которого находится фокус внимания. И вот фокус внимания удержать что-то в фокусе внимания. Удержать как раз таки сложнее всего, потому что на это требуется усилие. И если вы вдруг по какой-то причине к этому оказались не готовы, ну, такое бывает, что вы можете оказаться к этому не готовы. Если по какой-то причине вы оказались к этому не готовы, то этому нужно тренироваться. То есть есть специальные упражнения, я упражнение, точнее оно одно, я вам его покажу, которые нужно выполнять для того, чтобы тренировать, ну, тренировать удержание чего-либо фокуса внимания. Вообще, это, знаете, очень увлекательное занятие, если, если пройти к этому, да, правильно. Это очень увлекательное занятие, на самом деле. Представьте себе, что вы берете и кладете перед собой листочек бумаги. И этот листок бумаги вы делаете центром своей вселенной. Вот не побоюсь такого слова, да, центром своей вселенной. То есть, что суть значит то, о чем я вам сейчас сказал. Что значит центр вселенной? Это означает, что вы делаете листочек бумаги тем, о чем вы думаете постоянно, о чем только об этом вы и думаете. И абсолютно никаких мыслей к себе других, кроме этого, кроме мыслей о листе бумаги. Вы не допускаете. Это очень важно. Чтобы никакие другие мыслей не попадали к вам в сознание, не сбивали вас, условно говоря, не сбивали вас с мыслей о листе бумаги. До тех пор, пока вы сами этого не доходите. Если будет такая ситуация, что вас только собьет, то это означает отвлечение. Отвлечение от первоначального, как бы, плана, отвлечение от первоначальной цели. И это означает, что у вас, ну, условно говоря, не очень получилось сделать то, к чему мы стремились, к чему мысли. А с ними к тому, чтобы удержать вашу внимание на определенном объекте. Со временем сложность, ну, сложность предметов, на котором вы концентрируете свое внимание, можно и нужно увеличивать, потому что это необходимо для того, чтобы тренировать ваше внимание, вашу навыку по удержанию внимания. И тогда, как это не странно подлучить, а может быть, это и естественно для вас будет звучать. Вы научитесь удерживать внимание так и столько, сколько это будет ноль. Время, если говорить о времени, то начинает стоить с 5 минут, сперва это будет листок бумаги, потом пусть это будет стакан воды, дальше вы будете усложнять, складнять приметы. Время можно дорастить до 20-30 минут. Ну, это как вам лучше. Начинается стоить даже не с 5, а с 2-3 минут. Потому что все равно вам будет тяжеловато. Все равно вам будет тяжеловато. Дальше что? Следующий момент. Вам необходимо, если вы, ну вот, знаете, не можете все-таки удерживать внимание, все равно вам тяжело. Ну, понятно, что есть некоторые, там, проблемы, препятствия, да, разные раздражители. Значит, то в этом случае вам нужно, например, например, в случае, если мы говорим здесь о, допустим, каком-либо занятии, например, о негативе спорта, вам, ну, не какой-то дополнительный мотив, мотив, извне. Например, это песня какая-нибудь, музыка. Например, это вознаграждение после того, как вы выполнили все упражнения, которые должны были, да, выполнить. То есть нужно как-то себя еще извне замотивировать, чтобы вам было легче, по крайней мере, вот, ну, в первое время, по крайней мере, легче вам справляться с вашими задачами, которые вы сами себе ставите. Потому что если вы не будете никак себя поощрять, особенно в начале, ну, вам будет тяжеловато. Вам будет тяжеловато, и это, например, более длительный период времени. Нам этого не нужно, нам все-таки хочется, чтобы вы как можно быстрее начинали, ну, заниматься тем, что вам нравится, без как-либо ограничений. И так, вот мы поговорили сейчас про как раз стимулы, про внешние стимулы, про волевую регуляцию. И это все равно должно вам помочь, ну, собственно говоря, прийти к решению тех ваших проблем, которые вам нужно делать. То есть по сути применять это можно ко всему. Если вы научитесь удерживать в центре своего внимания только то, что хотите вы, а не то, что вам навязывается извне, то проблема как таковая исчезнет. Дальше, вы спрашиваете на конец последнего, куда пойти и как начать жить. Начать жить стоит, знаете как, с минимальной постановкой задач, я бы сказал так. Минимальная постановка задач. Что это значит? Что значит минимальная постановка задач? Минимальная постановка задач, это значит постановка себе тех целей, которые вы реально могли бы выполнить. А не тех целей, которые, да, вам, которые, да, вам хочется, которые, да, вам интересны, важны и нужны, но, простите, выполнить которые вы пока что не в силах. То есть, да, иметь цели, какие-то хорошие цели нужно, иметь отдаленные цели тоже нужно, но концентрироваться стоит на том, что вы реально можете выполнить. То есть, на приемлемые для себя задачи. Вам сейчас очень важно поверить в собственные силы. А для того, чтобы поверить в собственные силы, вам нужно, вот знаете, вам нужно увидеть результат от своих действий. Вам нужно увидеть, что то, что вы делаете, реально работает. То, что вы делаете, реально имеет эффект. Только тогда появится шанс на то, что у вас получится что-то и в будущем. А если вы будете постоянно ставить себе цели, которые выполнить сложно, то у вас постоянно будет также фрустрация. То есть, фрустрация – это негативная реакция, она невозможно сделать то, что нам хотелось, то, что нам важно. И фрустрация, естественно, в которой вы пребываете на данный момент тоже, она будет мешать любому, абсолютно любому вашему начинанию. Просто потому, что вы будете чувствовать постоянно внутри себя напряжение для того, чтобы вы не смогли. Мы не смогли, вы не справились с тем, что вы себе ставили. И, конечно, вы будете забывать о том, что вы и не могли справиться с тем, что вы себе наметили, просто потому, что не было у вас такой возможности. Но когда человек переживает фрустрацию, у него нет ресурсов для понимания этих вещей. Нет. Ну, просто вот в силу эмоциональной вовлеченности в то, что человек делает. У него нет ресурсов для осознания этого. То есть ваши цели стоит начинать, стоит выполнять постепенно. Постепенно. Не спешить. Ни в коем случае не спешить. Если вы будете спешить, то хорошим от этого ничего не получится. Лучше постепенно, не торопясь, идти к тому, что вы хотите, чтобы это не потерять, чтобы это не стало для вас какой-то, знаете, недосягаемой целью, вследствие чего вы бы потеряли веру в себя. Пожалуй, однозначно стоит прислушиваться к своим желаниям. Вот, если говорить о том, куда идти, то однозначно стоит прислушиваться к вашим желаниям. Чего вы сами хотите. Хотите фигуру. Для этого нужно заниматься, ну, можно сказать, чем. Для этого нужно заниматься спортом. Для этого нужно заниматься физическим. Может быть, нужно вам в большей степени поощрение. То есть, вот, вы переживаете по поводу того, например, что, ну, не можете, например, есть какие-то вкусные вещи, которые вы обычно едите. Ну, подумайте, они вам нравятся или они помогают заглушать ваши проблемы? Если они заглушают ваши проблемы, то тогда давайте мы с вами поработаем над проблемой. Нужно убирать те обстоятельства, которые стимулируют вас на потребление пищи. Ну, вот в таких количествах. И только в этом случае можно говорить о том, 17% получится. Если проблемы не убирать, если проблемы оставлять такими, какие они есть, да, то есть ничего с ними не делать, то и, надеюсь, понятно, что ничего не получится у нас с вами в плане их решения. Потому что вы начнете что-то делать, вы начнете чем-то заниматься, ну, допустим, чем-то заниматься вы начнете, а проблемы, которые у вас будут, они как бы вас сметут. То есть они просто вот сметут как ураган ваши мотивы. Вы знаете, когда человек хочет избавиться от какой-либо зависимости, а вы в данном случае зависимы от еды, то главная ошибка, которую человек делает, это то, что он просто пытается себе запретить то, что ему эта еда, ну, просто запретить прием еды. То есть если что, я не буду больше есть, я не хочу больше, например, есть, я запрещу себе это. При этом ситуация парадоксальна в том, что еда-то сама по себе не плохая. Она не может сделать человеку ничего плохого. Наоборот, еда, как мы с вами, я надеюсь, понимаем, еда это очень важная составляющая для людей. Но, когда человек ест больше, чем он хочет, когда человек ест, значит, тогда, когда он не хочет, это говорит о том, что ему что-то нужно, а у него есть какая-то потребность. Потребность в чем-то. И вот эту потребность в чем-то едой человек и удовлетворяет. И вот если эта потребность будет, если эту потребность сохранить, то она так и будет вам, ну, по сути дела, мешать. Потому что, ну, понятно, потребность никуда не делается. От того, что мы говорим с вами о том, что это неправильно, что очень плохо, что вы там как-то, значит, безмерно потребляете еду и так далее. От всего этого ситуация, вообще говоря, не меняется. И не меняется она по совершенно однозначно причине. Потому что, что бы я вам ни сказал, ваши потребности останутся. И вам нужно решить убрать потребность, свою потребность, то, что вы пытаетесь получить за счет еды. И тогда, или хотя бы осознать это, осознать это потребность, чтобы вы могли ее адекватно удовлетворять. И вот только тогда и только потом можно будет вам идти дальше. А пока это напоминает, знаете, вот ситуацию с алкоголизмом. Вот серьезно, аналогия прямо напрашивается. Представьте себе, да, что человек вот, например, пьет, да, и не, ну, как бы, страдает алкоголизм, хочет бросить. Как люди, подавляющее большинство людей с этим бороться? Ну, с алкоголизмом. Они просто запрещают себе потреблять алкоголь. И именно поэтому у нас такое маленькое количество людей, которые действительно бросают пить. Потому что, простите, человек почему-то начал потреблять алкоголь. Человека что-то простимулировало начать потреблять алкоголь. Так может быть, вот с того, что его простимулировало, и стоит начинать решать проблему? И уже потом, когда будет понятно, что его простимулировало, что заставило несчастного человека, да, образно говоря, решать свои проблемы с помощью алкоголя. Вот тогда уже эти проблемы можно будет устранить. И тогда, когда эти проблемы будут устранены или хотя бы осознаны, можно уже, да, запрещать алкоголь человеку. А пока проблема не осознана, какой в этом смысле? Нет. Итак, мы с вами пришли, я надеюсь, к некоторым основным положениям, которые мне кажутся важными. Во-первых, вы реагируете на хамство окружающих людей, потому что мы не верим в себя. Вы себя сейчас любите далеко не так сильно, например, как раньше, да, и из-за этого возникает вот такая проблема. И дальше, если вы будете работать над собой в том плане, чтобы получать самооценку, быть более увереннее в себе, чувствовать, что вы можете, что вы там чего-то стоите, что вы достойны, то, соответственно, и отношения других людей, ну, вас трогать, вообще говоря, не будет совершенно, потому что вы сами будете знать, чего вы достойны. Ещё раз повторю, трогаю только потому, что вы сами в себе не уверены. Вот это момент, момент достаточно, ну, достаточно серьёзный, который вам требуется для себя понять, понять и осознать. Следующий момент, это то, что для того, чтобы вам понять, как себя вести, куда идти и как жить, нужно прислушаться к вашим желаниям и содержаться к желанию ставить цели. Но цели ставят, простите, какие? Цели ставят, простите, но неоправильно. То есть достижимая цель есть залог успешного выполнения этой самой цели. Дальше. Цели могут быть и отдаленными, но тогда нужно отдавать себя счёт в том, что эти цели действительно отдалены, чтобы их выполнить, но потом, не сейчас. Это точно нужно понимать. Дальше. А, значит, касаемо волевой регуляции, мы планируем, например, средства, как добиться того, чтобы не позволять, вот, ну, внешним раздражающим факторам сбивать вас с цели, которые вы наметили сами себе. Надеюсь, что это вам поможет. И про жалость и про еду мы также сказали, что, вообще говоря, жалость ничего хорошего в себе не несёт. Кроме, разве что только переносы ответственности и деструктива. деструктивы на других, а переносы ответственности, ну, я надеюсь, понятно, с себя. То есть вы переносите ответственность с себя на какие-то другие моменты. Я не буду говорить здесь, какие именно моменты, потому что, ну, это, я надеюсь, не имеет смысла. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, другие моменты, и это мешает вам адекватно брать жизнь в свои руки. То есть всегда легче думать, что виноват кто-то или что-то в человеческих проблемах, чем он сам. Вот, в принципе, то, что можно было бы вам сказать, именно исходя из всех тех моментов, которые вы написали. Ещё раз, если вдруг вы немножко запамятовали или посчитали, что я недостаточно полно отвечал вам на тот вопрос, который вы задавали, и, знаете, если человек в себе уверен, вот, не помню, говорил ли я вам этот пример, да, если вот богатого человека назвать бедным, то он, скорее всего, он просто подмеётся. Он просто подмеётся и скажет, ну, у тебя не все порядки с головой, раз ты считаешь, что я бедный. Хотя я на самом деле, ну, очевидно богат. Если бедному сказать, что он бедный, то это его заденьте. Почему? Потому что это правда. То есть бедный не принимает себя таким, как он есть. И в этой ситуации важно, чтобы вы сделали примерно следующую вещь. Либо вы, либо вы принимаете себя такой, какой вы есть сейчас, и цените себя такой, какой вы есть сейчас. Либо вы всё-таки стремитесь действовать в направлении, чтобы сделать себя как-то лучше. То есть выбора, выбора у вас не так очень много. Всего два. Ну, в зависимости от того, что вы выберете, и придётся устроить вашу дальнейшую жизнь, скажем так. Что ж, Наталья, я думаю, что на этом можно закончить, в принципе. Потому что, ну, я надеюсь, вы сами понимаете, что ваш вопрос, он достаточно растворчатый. Я постарался на него ответить. Может быть, это не совсем то, что вам бы хотелось от меня получить. Потому что вам, наверное, хотелось бы от меня получить готовое решение вашей проблемы. Много готовых решений я вам, к сожалению, не дам. А потому что вам нужно самой нести ответственность за свою жизнь. Не мне это делать. И никому бы это не было. И ещё. Только вам. Пожалуй, на этом я закончил. Я думаю, что вопрос был раскрыт максимально подробно. Исходя из того запроса, который я увидел в вашем тексте. Соответственно, я думаю, что мы с вами как бы пришли к тому, что теперь вам нужно самой это делать. Вот все средства для вас есть. Я вам помогу помочь и помогу в решении конкретных задач. То есть вот, если вы чувствуете, в чём забылок, что-то не даёт вам получить то, что вы хотите, а для этого нужно основное то, что вы хотите, в первую очередь, к этому прислушиваться и этому доверять. Вот в этом я вам помогу. Я не против отвечать на такие вопросы, Наталья. Поймите меня правильно. Но мне всё и хотелось бы, чтобы наша работа была эффективной. Мне не очень нравится, например, просто откинуть с вас деньги за болтание. Я болтать не очень люблю. Я работаю, я стараюсь вам что-то дать. Мне хочется, чтобы вы получали от меня то, что вам нужно. Чтобы вы сами знали, что вы работаете не просто так. Вот. Так что, ради вашего же блага, как бы, теперь нужно работать непосредственно только с препятствиями, которые мечтают вам получать то, что вы хотите, то, чего вы считаете себя достойным и то, что вам нужно. Ещё раз повторю, истинность того, что вам нужно, истинность ваших желаний, она не обсуждается. Она дана априори и по умолчанию. То есть, в этом сомневаться вообще не нужно. На этом всё, Наталья. Удачи вам. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok